У привлечения инвестиций мы сегодня общаемся с Ириной Шишерон, президентом национальной инвестиционной ассоциации. Насколько на сегодняшний день изменилась качественная составляющая проектов, которые приходят к инвестору с потребностью получить средства на собственное развитие, либо на создание изначально? Качество инвестиционных проектов всегда на первом месте. И сейчас в этих непростых условиях я не могу сказать, что к качеству проектов стали предъявляться какие-то особые требования. Наоборот, эти особые требования всегда предъявлялись. И если раньше их не замечали, просто, может быть, сейчас на это стали инициаторы проектов обращать повышенное внимание. В связи, может быть, с небольшой нервозностью рынка, неопределенностью. Но проект должен быть представлен по тем требованиям, которые известны в инвестиционных кругах. То есть ничего принципиально нового сейчас не происходит. Сами проекты, они на сегодняшний день, приходя к инвестору, они это понимают? Они более качественно готовятся? Ну, то есть не то, что более качественно, да, они более внимательны к подготовке проекта, прежде чем презентовать его инвестору, понимая, что сейчас риски слишком высоки для того, чтобы показывать себя с негативной стороны. Вот качество инвестиционных проектов мы всегда уделяли очень большое внимание. И, к сожалению, оно оставляет желать лучшего. Очень часто к нам приходят инициаторы проектов, которые жалуются, что не могут найти инвестора. Ходят там два года и даже знакомы с крупными фондами, начинают называть нам эти фонды. И мы прекрасно понимаем, что их проект, в принципе, не подходит под эти фонды. Потому что у любого фонда или инвестора есть предпочтение, есть мандат, есть сфера интересов. Проект может не подходить хотя бы в силу своей отрасли или территориальной принадлежности. То есть, грубо говоря, нужно понимать не только, как презентовать свой проект, как подготовить его текстовую составляющую, назовем это так, а еще понимать, кому идти с ним. Обязательно. Вот здесь дилемма очень сложная. Когда с проектом инициатор должен выходить на инвестора, он уже должен заранее знать, какой инвестор может заинтересоваться его проектом. А инициатор это знать не может. Естественно, по определению, потому что инициатор – это либо химик, либо физик, либо технолог, либо строитель. То есть, он работает в какой-то своей отрасли. И когда он выходит, начинает искать инвестора, он начинает бегать просто по всем инвесторам. И это вызывает даже не то, что раздражение, а просто какое-то отторжение. Потому что это, по большому счету, мешает работать. Инвесторы не любят, когда их отвлекают. И даже если познакомиться с каким-то инвестором, отсылать ему проект, это вообще не гарантирует какого-либо ответа. Вот презентовать свой проект – это, наверное, вопрос, который имеет разное значение для разных групп инвесторов. Для бизнес-ангельских или венчурных инвестиций – это очень важная составляющая. Нужно увлечь инвестора, сделать красочную презентацию. Это просто потому, что он дает самую первую инвестицию, самую рисковую. И там вообще нет прототипа, там нет понимания, как это все заработает. То есть это может быть тысячи процентов АРАР, а может быть провал. И это нормально для этих типов инвестиций. Поэтому вот здесь, как подать, это важно. Если у нас крупный индустриальный проект, строительство завода, реконструкция теплоэлектростанций, другие инфраструктурные проекты, здесь не надо расписывать. Здесь идет краткая аналитическая записка и самые главные расчеты. То есть здесь не нужно стараться эмоционально увлечь инвестора. Вообще мы стараемся объяснять, поскольку мы сами инвесторы и инвестиционные консультанты в одном лице, мы стараемся объяснять инициаторам проекта поменьше эмоционального фактора в разговоре с инвестором, потому что инвестор смотрит цифры. И вот мы это как бы пытаемся объяснить. То есть это рентабельность, срок окупаемости, условия входа в сделку, условия выхода и масса других вопросов. Просто есть стратегические инвесторы, которые ориентированы на 20-25% рентабельности, кто-то там хочет найти 30, для кого-то достаточно 15-20, в сфере недвижимости это может быть 10. То есть вообще рентабельность зависит от отраслей. А в разделе отрасли очень важное значение имеет, например, локейшн. Как говорят, есть три важнейших фактора оценки инвестиционной привлекательности проекта. Локейшн, локейшн и локейшн. Да, и вот если мы поднимаем с нуля проект в центре Москвы, это совсем не то же самое, что в центре какого-нибудь малоизвестного города. Это просто потому, что у многих инвесторов есть мандаты на Москву, и они очень комфортно себя чувствуют в Москве. Мандаты на Россию – это просто отдельная тема. И бессмысленно уговаривать инвестора, вот посмотрите, какой у нас прекрасный проект в таком-то городе России. То есть его не нужно пытаться увлечь, зажечь этой идеей. Если это не совпадает с его стратегией, то как бы вот это вот бесполезно. И поскольку мы знаем многих инвесторов, то мы стараемся сразу правильно направить инициатора проекта, что вот к этим ходить просто не стоит. У них нет мандата, у них нет стратегии. И насколько важна роль опыта в привлечении инвестиций непосредственно для инициаторов проекта? То есть, грубо говоря, если я делаю свой первый проект, и есть человек, который делает подобный проект, но это у него уже пятый, десятый проект. Ну, есть такие, мы знаем, примеры, когда люди просто выращивают проекты и продают их, условно говоря. Насколько, вот у кого больше вероятность получить инвестицию? Опыт имеет значение здесь? Опыт всегда имеет значение, но зависимость здесь непрямая. Опыт по выращиванию проектов, как вы сказали, это все-таки относится больше к сфере венчурных и бизнес-английских инвестиций. Когда что-то такое поставлено на поток, к примеру, это биотехнология или интернет, или другие высокорастущие, быстрорастущие отрасли, там опыт может иметь значение, но меняется ситуация. И если у коучера или у консультанта были успешные проекты в интернет-сфере, допустим, те же интернет-сайты, то это не значит, что очередной интернет-проект будет успешным, просто потому, что рынок уже насытился. И важно понимать тенденцию развития рынка. Что касается инфраструктурных и вообще глобальных проектов, опять-таки связанных со строительством, с реконструкцией, с расширением бизнесов в любой сфере, то здесь вот таких опытов нет. То есть нет человека, который штампует один за другим крупные проекты по 100 миллионов долларов. Обычно они все уникальны, и они в каждой конкретной сфере находятся. Мы считаем своим долгом, вот если к нам обращаются с этим проектом, просто подсказать, каким кратчайшим пути идти к инвестору, в чем ошибки проекта, потому что мы это видим сразу. И если нам поручают, мы как бы идем к инвестору сами. То есть приходится лично даже работать с инвестором? Конечно. Мы контактируем с порядка 10 тысячами инвесторов, которых знаем лично. Наработали эти контакты за 15 лет. То есть это вся Европа. Это страны Персидского залива. Это Китай, Корея, Япония. То есть Дальний Восток. С американскими фондами всегда были очень хорошие отношения. То есть это практически весь земной шар. И важно понимать настрой инвестора на текущий период. То есть инвесторы, фонды или стратегические инвесторы, или другие структуры, они могут менять свои предпочтения. Это связано, например, с тем, что они сформировали портфель. Им больше неинтересна эта сфера. Они хотят диверсифицировать портфель и тем самым снизить риски. Или наоборот, они видят, что в какой-то области они достигают наибольшей рентабельности. И они фокусируются только на этой области. То есть если раньше он инвестировал и в стекольную промышленность, и в переработку, и в другие виды бизнеса, и немножко в недвижимость. Потом он решил сфокусироваться только на недвижимости. Мы знаем несколько фондов, которые раньше инвестировали в разные сферы. Сейчас вот у них интересы только в недвижимости. По географии обычно фонд заходит на Россию, ну как-то на Москву. Там Москва и Санкт-Петербург. А потом, поняв, что в нашей стране нет ничего страшного, и это больше слухи, начинают распространять мандаты на города. То есть мы сейчас знаем много стратегических инвесторов, которые с огромным удовольствием работают в городах. И мы с ними встречаемся. То есть они вообще не испытывают никаких проблем. Это либо фонды финансовые, которые входят ради извлечения прибыли. Они, как правило, потом выходят из сделок. Либо это стратегические инвесторы, которые входят, и это бизнес становится их. И они чувствуют себя очень комфортно, потому что здесь можно делать высокую прибыль. О том, что необходимо знать для того, чтобы получить сегодня инвестицию, и какие проекты являются наиболее интересными, мы сегодня общались с Ириной Шишером. Специально для Дука Скопи ТВ из Москвы.